Приветствую вас! Скажите, пожалуйста, а что вот вначале, по вашему мнению, было? Нелюбовь ваших родственников, как вы говорите, или именно то, что у вас не складываются отношения. Я хотел бы, чтобы вы подумали, как следует об этом. Смотрите, если у вас не складываются отношения с вашими родными, это одно, и так тогда можно говорить о том, что у этого есть причины, и как следствие их нелюбовь к вам. Ну, по вашему мнению, их нелюбовь к вам, я имею в виду. Вот. Либо изначальная нелюбовь к вам, и как следствие не складывающиеся отношения с вами. То есть, здесь, вот, на мой взгляд, нужно именно разбираться с тем, что именно происходит. Что именно, что конкретно является вот именно вашим слушаем, потому что пока не очень понятно. Вы говорите, что... Ну, вы говорите, что меня не любят, но... Почему вы так решили? Какие основания так думать? Значит, и, собственно, какой вопрос, там, это вы... Не задаете вопрос, что вы просто пишите, что у меня не вхаривают отношения с родственниками, меня не любят. И все. Но это не совсем полная картина происходящего. Я думаю, что вам обязательно нужно более подробную информацию предоставить, и я думаю, что для начала нужно все же подумать о том, вот, именно какова первопричина. То есть, что было вначале? Нелюбовь или неотложение отношений? Мне кажется, что данный аспект очень важен. А далее нужно сказать так, что даже если вы правы, и даже если вас действительно не любят родные, дашь и если, то сделать с этим вы в любом случае ничего не сможете. Это тоже нужно понимать. Потому что любовь либо есть, либо ее нет. И не надо только думать, что не любят вас и из-за вас. Вот. Этого ломет не нужно. Потому что не любят вас не из-за вас, а не любят вас просто потому что такие люди ваши родные. вот от чего я хочу вас уберечь в первую очередь, это от проектирования на себя отношения ваших родных. Делать этого не стоит. Категорически. Ни к чему хорошему еще раз повторю, это не приведет. Вот. Вообще никак. Поэтому в данном контексте хотел бы, чтобы вы размышляли, подумали, по прикидывали и далее после этого уже обратились к психологу, например, за более подробной консультацией и за собственно говоря запросом. Какой у вас запрос? Вот. С чего вы хотите? Понимаете, потому что ну очень часто бывает так, что люди даже запрос свой не могут сформироваться правильно. Ну, такое бывает. Человек не всегда осознает, как обстоять дела. И вы вполне вероятно говорите. Может быть, вы хотите, чтобы вас полюбили. Но это невозможно. Потому что домой что-то я еще раз повторю, любовь, она либо есть, либо ее нет. Вот. Значит, вам нужно исходить из того, что вы одна, что собственно действовать вы будете сами, самостоятельно. и вам нужно исходить из того, что никто вам по сути это дело не нужен. Вот. Сходить вам нужно именно из этого. Это вот самая такая правильная будет для вас позиция. и я хотел бы, чтобы вы для себя эту позицию постарались обрисовать максимально четко. Ибо она важна. Она действительно важна. Чтобы вы не зависели ни от кого-либо. Чтобы вы не нуждались в ком-либо. Особенно в тех людях, кто условно говоря не умеет пользоваться как бы вашим присутствием, кто не ценит ваше присутствие, кому оно не тянуть. То здесь опять же рекомендую вам учиться ориентироваться на себя, личностный выбор совершать по-чаще, вот, работать за своими ценностями, своими личными ориентирами, взглядами и так далее. Все это довольно-таки важно. если мы с вами говорим о том, что вы можете остаться ну, например, одна там или без поддержки своих родных и прочее, прочее. Вот. я думаю именно так можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите, в личку я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока.